Под действие закона о свободном порте Владивосток попали 14 пунктов пропуска на территории Приморского края. Авиационные, морские и железнодорожные начали пропускать через границу туристов и груз круглосуточно. Кроме того, в пунктах пропуска уменьшится число проверяющих органов. Останется только две службы – пограничная и таможенная. Это довольно-таки неплохо, потому что теперь людям не придется ждать, и они могут в любое время, когда им удобно, пройти. Ну, естественно, таможню и так далее. То есть это очень удобная вещь. Начнем с того, что я не Приморец, я Сахалинец. Живу я здесь. Приехал сюда, потому что действительно за последние лет 6-7 Владик, он очень хорошо развился. И то, что порт будет свободным, ну, в свое время это было когда-то, в старые-старые времена. Я думаю, что да, это позитивно скажется. Но это мы ощутим на себе лет через 5, не меньше. А вот автомобильные пункты пропуска часы работы изменили. Это произошло из-за позиции китайской стороны, которая пока не готова к круглосуточному режиму. У нас под действие данного закона попадает 4 автомобильных пунктов пропуска, да, все их прекрасно знают. Они по-разному работали. Часть из них работала с выходными. Была 6-дневная неделя, 6 дней в неделю, и работали по 8 часов. Сейчас уже с китайской стороной достигнута договоренность, что они все будут работать без выходных, и все перейдут на 12-часовой режим работы. И минимально, при необходимости, мы обеспечим режим работы и в ночное время. Впрочем, китайская сторона в ходе переговоров заявила, что не исключает возможности перехода на круглосуточный режим работы. Правда, сроки пока не называются. Иностранные коллеги выдвинули условия модернизировать российские автомобильные пункты пропуска, которые пока далеки от мировых стандартов. Региональные власти ожидают, что переход на круглосуточный режим работы поможет не только сократить очереди на границах, но и увеличить грузооборот и пассажиропоток во всем регионе. Более того, все амбициознее высказываются планы к 2025 году вдвое увеличить валовый региональный продукт. Инна Щедрова, Евгений Апарин, Андрей Макаров, Александр Бортовщук. Новости на восьмом.